Добрый вечер, Магнитогорское времечко в прямом эфире. Наш телефон 3555-00. В студии я Елена Старостина и Юлия Бударина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Красота спасет мир. А если эту красоту создают женщины, наверняка будет результат во 100 крат выше. Вот уже на протяжении 9 лет фонд «Я – женщина» реализует проект по созданию корпоративного календаря для работниц групп ПАО ММК. Ежегодно в преддверии Нового года в цеха кабинеты металлургического комбината поступают десятки календарей, которые поражают своей красотой, утонченностью, а главное – необычной задумкой. Уникальный проект каждый год меняет свою тематику. Неизменным остается одно – на страницы календаря попадают работницы ММК и группы компаний разных профессий, возрастов и комплекций. Желающих оказаться на глянцевых страницах много, выбирают лишь 12 по количеству месяцев в году. Да, кастинг проходит каждый год осенью. И чему будет посвящен новый выпуск корпоративного журнала, мы узнаем прямо сегодня. В гостях у нас одни из главных создателей красоты – это Лилия Давлеткиреева, заместитель председателя фонда «Я – женщина» и организатор конкурса «Жемчужина», и создатель корпоративного календаря «Вера Лихабаба». Это ответственная за красоту и образы участниц всех проектов фонда и член жюри конкурса. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, чему же будет посвящен новый выпуск корпоративного журнала? Лилия, тебе слово. В этом году необычный будет календарь. Он будет посвящен династиям по женской линии, работниц, комбината. Если в предыдущие годы было некое условие, что повторяться нельзя, если это было в календаре, то в другой тематике практически нельзя участвовать, то в этом году есть как раз возможность принять участие абсолютно всех. Единственное условие – это должны быть родственницы. Должны работать кто-то, мамы, бабушки, сестры, тети, да, вот какие-то есть условия, нет, родства близкого или не очень? Или, может, достаточно вот папа работает и там дочь пошла тоже по его стопам? Должны быть именно работницы, либо те, кто ушел на пенсию с комбината. Идеальный, конечно, вариант – это бабушка, дочь и внучка. У нас есть несколько таких заявок, но мы понимаем, что это достаточно сложное такое условие. И даем возможность здесь, скажем так, участвовать и племянницам, сноха есть, тетя, сестра, есть близняшки, которые тоже участвуют уже второй год. Но не просто вы выбрали тематику в этом году, да, и вы, наверное, сами уже поняли это, что… А почему, да, выбор такой вот специфический? Да, почему вот пал выбор именно на династии? Что вас сподвигло? Все-таки юбилей фонда «25 лет в следующем году» – это такой грандиозный праздник для нашего фонда. И юбилей города в этом году. И все-таки интересно посмотреть, как из года в год профессии переходят от одной участницы к другой, как вместе обсуждают разные интересные проекты между собой женщины, которые объединены общей профессией. Здесь, кстати, не обязательно, чтобы профессия была одинаковой. У нас есть несколько заявок, где одна является сотрудницей медсанчастия, другая работает в ЛПЦ, третья работает библиотекарем, то есть разные. То есть объединять их должна только вот площадка ММК, это единственное условие. А как тогда вы досоздадите вот эти фотографии, потому что вот всегда же один образ, одна девушка, да, вот когда они все в разных местах, как их объединить? Сразу будут на странице несколько женщин, да? Да, в этот раз действительно тема грандиозная, династия. Мне она очень близка все-таки к семейной традиции, да. Не просто так, год семьи, мы привержены именно таким семейным традициям. Я очень рада этой теме. Конечно, задача глобальная. Действительно, в этот раз не 12, а может быть 36, да, в зависимости от семьи, которая заявится и придет. Ну так, надеемся, что будет 36, да. И действительно, задача грандиозная, и всех троих необходимо на каждый месяц создать... Да, на каждой странице для каждого месяца создать и найти тот образ, да, который бы объединял. Площадка одна, но стилистика, да, тематика того или иного месяца, где будет представлена династия, будет, конечно, разрабатываться. И это еще в поисках. А вот в плане образов, да, как рождается? Это вы видите семью, и потом, да, и придумаете, что вот они олицетворяют там январь, марта, да. Или наоборот, вам нужен январь, и вот вы отсматриваете и думаете, вот эти женщины нам подойдут для января. То есть какая схема? То есть получается, уже есть у вас какие-то задумки, как выстроены будут эти страницы? Или вы будете отталкиваться от героинь, которые придут? Естественно, здесь такой двусторонний процесс. С одной стороны, уже подготовили несколько вопросов с той заявки, которую нужно ставить до 1 октября для участниц. Есть поле хобби. Может быть, какие-то семейные традиции. Там была красивая формулировка. Мы любим вышивать, разговаривая вместе. Мы любим чай пить вместе. Кто-то занимается спортом. То есть вот такие вот тематики, которые объединяют семью, естественно, будут приниматься в образах. Но также будем исходить от локаций, которые хочется показать. Это и локации нашего комбината. Это локации нашего города, которые красиво можно представить в каждом из месяцев будущего календаря. Здесь и творческий процесс, когда мы приходим на кастинг, который состоится 3 октября, где уже таким мозговым штурмом и участницы начинают рассказывать что-то интересное. Мы цепляемся за историю. То есть вы уже прощупаете, что у них там. Я могу добавить, что из практики, все-таки это 9 календарь, из практики была творческая тематика, видение определенное. И вот приходили больше 110-120 на кастинг желающих. И мы уже примерно знали, что бы мы хотели передать на страницах календаря на будущий год. И мы прям видим, о, вот, 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 да, вот, смотри, вот, прям, прямо для этой, или для этой, да, 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 ложиться, да, да, да. А вот это так. И мы уже, так как творческий процесс, да, там уже и фотографы, и наше видение. И мы прям совместно выбираем вот модели на кастинг. Не потому что там, естественно, не по внешним, а по вот задачам, которые должны сделать. Сразу соглашаются на образы, или могут так немножко пока призначить, я хотела быть, там, каким-то одним месяцем, а вы меня на другой, или нет, или сразу готовы на все. Нет, или, может быть, придут какой-то со своей позиции, вот вы принимаете позицию по ходу, можете дать, вот, ну, импровизировать этому человеку, чтобы он включился, может быть, стал соавтором вот той страницы, на которой вы ему предлагаете быть. Да, 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 я скажу, да, потому что, и буду транслировать всех нас, да, могут сделать свои видения, сказать, нам озвучить, но все-таки здесь режиссер. Вы подконректируете. Да, 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 и дирижер все-таки, вот, фонд, который видит идею. Конечно, мы выслушиваем, но объясняем, да, а иногда бывает то, что, да, берем на вооружение, бывает же, прям попадает же мнение участницы, конечно, конечно, да, добавлено такое что-то интересное. Ну, смотрите, династия, это все-таки тенденция времен СССР, когда это вот, об этом кричали, пели, говорили, видите, все, насколько сегодня это вот популярно? Вот вы уже почувствовали, объявляя кастинг по такой тематике на календаре? Учитывая, что в календаре будет только династия по женской линии, это, конечно, привносит определенные сложности, но от этого проект становится еще интереснее, потому что мы не боимся сложностей. Не ищите, да, на легких путей. Династия, широко звучит, династия педагогов, например, а хотелось вот именно показать династию нашего градообразующего предприятия, где по женской линии либо передают профессию, либо они в город большой и очень много рабочих мест, которые предлагает ОМК, и очень много подразделений разнообразных. И если собрать по каждому из подразделений, при этом направление может быть абсолютно разным, так можно собрать и участниц. Участниц может быть от трех и более. Мы можем даже собрать страничку календаря, в котором могут быть пять участниц. У нас есть такая заявка. И была очень интересная, необычная заявка. Захотели семьей запечатлеть память о бабушке. То есть будет фотография, например, бабушки. Ее нет в живых, но она работала на комбинате. С нее начиналась, да? Да, с нее эта династия родилась. И хотят запечатлеть такую вот память, определенную, посвященную страничку именно бабушке. А как-то технически вы будете обозначать, кто где работает? Ну, допустим, чтобы потом коллеги узнали, что это наш сотрудник. Как-то перечислить и нет? Или это просто будет образ, картинка, да, без... Всегда перечисляется. И подразделения, это определенный имидж, статус и радость, эмоция для руководителей подразделений, которые видят календарь и сразу просматривают каждую страничку. Вот здесь вот наше подразделение. То есть есть определенная такая гордость. Попали мы в это или нет? Из года ГОСТ есть еще определенная такая тенденция, когда очень много заявок, и каждая страничка приходится отбирать. Кастинг проводить... Мы не проводим кастинг по каким-то внешним качествам. Мы еще и отбираем по подразделениям, когда не 5 участниц с одного подразделения, а все-таки в этом году... Чтобы нести раздражать. Да, да. Приходите в следующем году, потому что такое подразделение в этом году уже будет представлено. Вот в этом году уверена, что такие границы тоже будут стерты. Расширить его вообще. Познакомитесь с новыми участниками. А девушки вообще активно приходят. Все-таки это же не модели, да? Это обычные работницы, да? Вот насколько они себя проявляют творчески, приходят в возраст, может быть, да, там, взрослые женщины, молоденькие. Активно. Приходят активно. Если не попали в какой-то год, возвращаются в Новый год. И, да, несколько раз даже были участницы по два раза, да, у нас в календарях участвовали. Конечно, в этот раз не попали, есть надежда попасть в другой. Почему нет? И, как я уже говорила, больше ста человек на кастинге, было и 115, да, и мы всех отсматривали. И нам приятно, что из года в год растет число. Конечно, сегодняшняя тема, может быть, такая сложноватая, да, но она тема ценна, что она необычна. И глубина заданной темы тоже вызывает уважение. А с другой стороны, может быть, за компанию будет как-то веселее, не так страшно, да, если они вместе придут, это по одной, может быть, неуютно. Ну, а с другой стороны, и прославить свою семью. Это тоже очень интересно, чтобы услышали, весь город узнал, что вот у них такая семья. Моя бабушка работала на ММК, мама выбрала другое место работы. Сбили вам династию, да. А получается, что вот когда кастинг происходит, вы беседуете, или вы просто как-то визуально, да, то есть как это происходит, насколько это сложный процесс механический? Всегда это беседа. Просто беседа, да. Да, представляются мы доброжелательно вообще всегда, девушки выходят, рассказывают о себе, почему приняли решение прийти на кастинг и попасть на страницы календаря. Всегда такое живое. Конечно, переживают, но готовятся, и общение всегда идет очень позитивное. Ну, а сейчас вот не будет, может быть, сложности, да, то, что могут прийти опять же бабушки, да, такие, может быть, скептически в какой-то степени настроены. Нет таких каких-то опасений, переживаний. В этот раз может прийти та инициативная группа, либо это может быть всего лишь одна представительница семейной династии, которая принесет с собой фотографии своих членов семьи и сама рассказать полностью всю информацию. Да, всю информацию. Так будет и динамичнее, и так будет, скорее всего, проще в плане соединить время всех членов семьи в то время, когда нужно прийти на кастинг. То есть, в принципе, вы облегчаете задачу, да, для участников. Сегодня мы говорим о корпоративном календаре фонда «Я, женщина», который уже 9 лет выходит в свет, и новый уже не за горами. Какую идею бы вы предложили, вот нам наши гости рассказали, что это будут династии металлургические, что вы можете предложить, какие-то идеи делитесь, звоните 355500, прервемся на небольшую паузу. Но это уже на следующий код идеи, да, которые возьмут на вооружение. Распродажа в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50%. ООО «Механоремонтный комплекс» приглашает на работу в городе Магнитогорск токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, операторов станков с программным управлением 83519252543. Моторные масла «Евротек» производятся с использованием самых современных технологий, снижает износ систем движущихся деталей. «Евротек» – безупречная надежность. А с промокодом еще дешевле. Только в сентябре в мобильном приложении «Формленд» повышенная скидка по промокоду «МОБ-0924». Вот это я удачно в «Формленд» сходил. В телекомпании «ТВИН» требуется журналист. Требования, коммуникабельность, грамотная речь, опыт работы приветствуется. Резюме присылать на почту bondsobaka.tvin.mgn.ru Для магнитогорских любителей спорта чемпионат России по волейболу «Высшая Лига А» начинается зрелищным противостоянием Урала и Сибири. Наши волейболисты готовятся к домашним играм против команды из Тюмени. Матчевые встречи традиционно пройдут во Дворце спорта имени Рамазана. 30 сентября и 1 октября в 18.00. Мы ждем болельщиков на трибунах. Вход свободный. Субтитры создавал DimaTorzok Супер! Ой, вообще беспокойная! Ничего себе! Красавица! Это я! Жду мужа с работы. Сейчас он зайдет. Хочу посмотреть его реакцию. Красиво! Это я! Вау! О, какая интересная стала! Обалдеть! Преображение в субботу в 19.10 на Тенлин. О, какая красивая! Да, преобразили тебя, конечно. Магнитогорское времечко в прямом эфире. Я календарь переверну. Сегодня мы говорим о корпоративном календаре фонда Я Женщина. Наши гости уже рассказали тему нового календаря. Это династии семейные, металлургические. Расскажите, какая схема попадания? Как можно оказаться на страничках? Да, потому что может быть сейчас кто-то сидит у телеэкрана и решит, что ему стоит принять в этом мероприятии участие. Первый этап – это заполнение электронной заявки на официальной странице ВКонтакте фонда Я Женщина. Есть ссылка, по которой, пройдя, можно ответить на несколько вопросов. В основном это фамилия, имя, отчество инициатора, номер телефона, перечисленные члены семьи со степенью родства, также хобби прописанное, и прикреплять можно фотографии, чтобы посмотреть, кто и как, условно, выглядит. Видно, что хорошие, красивые настроения и лица, и в целом семейственность присутствует. Сразу это, конечно, та заявка, которая отбирается. Но прийти могут абсолютно все, даже если не заполнили заявку. Заявки нужны для того, электронные, чтобы можно было сделать обзвон и уточнить какие-то недостающие данные. Это до 1 октября. Второй этап – это 3 октября. В 5 часов в научно-технической библиотеке ЦЛК там будет уже очный кастинг, куда придут хотя бы один представитель семьи и расскажут, покажут на фотографиях про семью в целом, про женскую династию и количество членов семьи, которые готовы принять участие в этом календаре. Далее уже приступает Вера Валерьевна, расскажет самостоятельно то, как следующий этап. Следующий этап. Мы приглашаем на такую орг-встречу всех, кто прошел кастинг. Вот она состоится после 3-го числа. В ближайшее воскресенье обычно это происходит, где мы еще ближе знакомимся. И, скорее всего, приходят уже все представители, те, кто будет... Семьи, кто заявился. Кто заявился и кто будет преображаться. И над какими образами мы будем выбирать уже, работать с какой семьей, какая локация. Мы там рассказываем, как это все происходит, даем рекомендации, внедряем процесс. Потому что вы предупреждаете сразу, что это же не так просто. Это определенный труд такой, на который быть моделью нелегко. Да, должны быть готовы участницы. В этот раз и сам съемочный процесс будет не однодневный, не двухдневный. Мы берем 4 дня. Поэтому готовимся очень тщательно и с чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому все-таки 36 человек плюс династии и плюс разные возраста. Нужно все-таки очень трепетно подойти к этому, ко всем. И чтобы всем и процесс понравился, и результат понравился. Здесь такой в этом году интересный, конечно, творческий процесс будет. С одной стороны хлопотно, с другой стороны интересно, да, получается. Да, я думаю, что для каждой семьи это будет своя история. Участие в съемках календаря 2025. Которая останется на всю жизнь, это память, это тоже очень интересно. Вот в семьи попадут, да, календаря. А вообще они куда попадают? Вот мы уже говорили, да, в кабинет руководителя, еще где-то. Вот как много этих экземпляров. Увидят абсолютно все, потому что каждый месяц и Вера Валерьевна выкладывает в электронном формате календарь. Также руководители, которые вывешивают, это участницы, которые дарят на Новый год своим родственникам календарь. Также проект у нас благотворительный. Мы продаем оставшийся тираж календаря. Неизменно ежегодно стоимость одной и та же 500 рублей. И данная сумма переходит в семьи. Мы их поздравляем с Новым годом. Это семьи, которых мы курируем и помогаем по разным запросам, которые их волнуют. Поэтому здесь участвует абсолютно любой горожанин нашего города и помогает в целом семье. Поэтому тираж разлетается мгновенно. Но календаря и страницы календаря не только привлекают внимание, они еще отражают время. Вот уже девятый календарь выходит. Вот уже сколько вы проследили. И тем, и женщин, и людей. А как меняются, кстати, женщины после того, как они приняли участие в съемках? Несомненно, происходит изменение. Внутренняя такая трансформация, внешняя тоже. И после, часто бывали случаи, что после участия в календаре решались прийти на жемчужину. И это прям не однажды, это прям несколько раз и становится традицией. То есть календарь открывает такие в себе силы быть уверенной в себе, поверить в свою красоту, попробовать себя в новых проектах. Вообще, фонд «Я, женщина» для женщин есть разнообразие проектов «Королевы спорта». И практически многие жемчужины, участницы календаря становятся и другими участницами разных проектов. Поэтому меняются, меняются. А если же, конечно, участница приняла во всех трех мероприятиях, то это просто трансформация, можно сказать, вселенского масштаба. Это правда. Да, это правда. То есть такой, заводится, маховик, который вот потом раскручивает женщины, он на другой уровень выходит. Я вот, Юля, хочу добавить, когда я встретила однажды участницу жемчужины, и я ее не узнала. Я стояла и любовалась, и я сказала, боже мой, это какая ты красивая. И это можно сказать не об одной жемчужине, это можно сказать о многих участниц проектов и календаря, и других конкурсов от фонда. Но они не только красивыми становятся, они становятся уверенными, снутри свесятся, да, и успешными. Открывают бизнес, да, меняют, что-то в своей жизни меняют. Это такой некий стартап преображения не только себя внешне, внутренне, но и в семье рожают других, следующих детей, да, что тоже очень приятно. Вот, и, да, меняют и профессии, и открывают бизнес. Ну, а теперь на странице календаря вы решили вытащить вот еще и семьей. Ту группу поддержки, да, наверное, которая за спиной женщин стоит, ведь это тоже важно. Вот эта преемственность, когда сначала участвуют в календаре, а потом идут на жемчужины, на королевы спорта, это вроде, казалось бы, достаточно такая плавная тенденция. Но есть наоборот, когда хотят прийти, поучаствовать в календаре и устраиваться на работу. Потому что есть главное условие, чтобы быть на странице календаря, нужно быть работницей ММК. Вот эта история еще интереснее. Поэтому, да, здесь вот есть и спортивные, и конкурсы красоты, и календарь. Вот эти все проекты, они являются между собой преемственными. И самое главное здесь, конечно, сама женщина, которая может быть в разных ситуациях, как разная стихия. А насколько большая команда создает весь этот проект? Потому что даже вот сейчас, вы говорите, нужно несколько дней съемок, да, то есть подготовить одежду, образы. Вот как много людей, кто вокруг девушек, женщин работает. Да, вот это все. Такая постоянная команда или меняются у вас изгоды? Слаженная, постоянная команда. Добавляются, например, по образу в одежде, да. Иногда так требуется нам, да, помощник. И потом остаются с нами и продолжают работать в создании, да, календаря. Конечно, есть мастера парикмахерского искусства, визажисты наши, да, и которые тоже, вот сейчас мы крикнули клич, одни и те же, которые уже создавали, и которые гордятся тем, что они участвуют в создании образов для участников календаря. И с года в год ждут этого уже. Здесь тоже такая преемственность. А это женская все-таки команда тоже за кадром? Или есть у вас еще помощники мужчинам? В нашей команде есть. Не хотите дать шанс появиться на странице календаря? Подумаем. Да, мы всегда так говорим. Когда конкурс идет королева спорта, спрашивают, а можно король спорта? Мы говорим, мы подумаем. Мы так всегда думаем. Нет, а мужчины помогают, но, наверное, муж, я помогаю, да, вот кто-то, да, вот эта поддержка. Что-то привезти, увезти. Они участвуют в проектах лидера здоровья от ММК. То есть здесь проекты друг другу помогают. Здесь союз молодых металлургов, здесь фонд «Я женщина», здесь разные активности, которые здесь и правкомы. Вот сейчас ищем всеми подразделениями, чтобы каждый запечатлел на странице свою династию, своего предприятия, своего подразделения. Ну, давайте еще раз повторим. Вот, значит, сейчас идет у вас в электронном формате, это до 1 октября. Вы принимаете заявки. Куда отправлять заявки? На сайт? Нет, вконтакте. Вконтакте, да? Вконтакте, группа вконтакте. Вконтакте, да. Вконтакте, да. Я женщина фонда. Это до 1 октября. До 3 октября мы обрабатываем заявки. Позвоним обязательно всем тем, кто оставил заявки. 3 октября пройдет кастинг в 5 часов, 6 октября пройдет орг-встреча для тех, кто найдет себя в этих 12 страницах календаря. После этого начнется сам процесс. Ну и резюмируйте вот еще раз, кто эти женщины-участницы? Можешь, как только сейчас включил телевизор? На какую-то целевую аудиторию, да, мы еще получим. Да, да, да. Кто может стать участницами нового календаря? Это женские династии или родственницы по женской линии, которые работают на комбинате. Это либо работали и вышли на пенсию с ММК. Это могут быть сестры, племянницы, тети, сноха, бабушка, свекровь. Абсолютно любая роль родственницы, объединенные в семью, с любой стороны абсолютно. Да, и как вы еще сказали, да, можно даже представить родственники, которые уже ушли из жизни, но, тем не менее, начали, собственно, эту династию, да? Можно вспомнить и их тоже запечатлеть. А, кстати, вот участники могут выбирать себе месяц. У кого-то же есть вот любимый месяц, да, в году. Они могут выбрать страничку с любимым, может быть, да? Да, месяц. Они могут обязательно, но решают в любом сервисе. Да, понятно. Все у вас очень строго. Да, все-таки это цельный, да, целостный проект. Поэтому, да, пожелания могут быть, но вдруг они совпадут с нашим видением, да? Почему нет? Надо просто довериться и приходить сюда. Корпоративный журнал – это не единственный проект фонда «Я женщина». Есть еще не менее красивый, не менее яркий, который существует уже дольше, да, чем «Календарь». Это проект-конкурс красоты «Жемчужина» для также работницы или не только работницы? Не только работницы. Любой, но главный критерий – там быть мамой, да? Кому же шире, да. Вот о том, как проходили конкурсы в прошлые годы, мы сейчас посмотрим сюжет, а потом вернемся в нашу студию. И поговорим про «Жемчужину». Восточной тематике противоречило в тот вечер одно – женское очарование доминировало, сильная половина была на эпизодических ролях. Преобладание женского начала наблюдалось и в фойе, и в зрительном зале, где с первыми аккордами на сцене разворачивалось такое буйство красок и эмоций, что поневоле родилось продолжение легендарной фразы «Восток – дело тонкое, но красивое». Само понятие восточной сказки трактовалось широко. Дресс-код ведущего отсылал куда-то на родину Хатабыча. Красавицы веерами и кимоно напоминали о существовании другого востока – самураями. Впрочем, были мы не на уроке географии и страноведения, а на конкурсе красоты. Самым традиционным в ежегодно повторяющемся действии является то, что генеральный спонсор проекта на протяжении многих лет – Магнитогорский металлургический комбинат. На заре существования конкурса он вообще был внутрикорпоративный. Но во всех составах финалистов во все годы и нынешние не исключение сотрудницы флагмана представлены более чем достойно. Наиболее оживленная локация за кулисами скрыта от глаз зрителей. Так вот, как рождается гармония. Из сваленных кучу минералки, косметички, туфель, нервов, предыдущей одежды и смазанного макияжа. Здесь мужчины вообще гости незваные. Для оператора сделали исключение. Есть еще мужья. Они понадобятся на финальный выход. Пока изрядно смущенные, они теребят букеты и пытаются утихомирить детей. Тем временем жюри конкурса удаляется, чтобы сделать непростое решение – выбрать лучшую среди равных. От 26 до 50 лет. Самая старшая в этом году. И показывает, надо сказать, очень хорошие результаты. На самом деле, «Каждая жемчужина» – это вот как самый новый и первый проект. Волнуешься, переживаешь, естественно, и за все, что на сцене творится, и за то, что внутри коллектива происходит. Но, надо сказать, девчонки классные, конечно. И подружились сразу, и огонь в глазах, что называется, на все репетиции четко. Репетиции бывали и изнуряющими. Красота таки требует жертв. Плюс социальные проекты, плюс изготовление и подгонка костюмов. Участницам действительно было некогда скучать те полгода, что шли предварительные этапы. И вот, наконец, финальный выход. Все, без исключения жемчужины, познали свое высшее предназначение. Ведь быть мамой – это одно из главных условий участия в конкурсе. А что такое ребенок? Ничто иное, как одушевленное воплощение того, что мы привычно называем «любовь». Церемония награждения позатянулась, но тому было резонное оправдание. Ни одна из участниц не осталась без приза и подарка, что лишний раз подтверждало формулу – проигравших не было. А вот победитель был. Победительницей конкурса красоты «Жемчужина-2024» становится… Глотова Ольга! Ура! Ура! Ольга, мы вас поздравляем от всей души! Ура! Магнитогорское времечко в прямом эфире. Мы сегодня общаемся на тему женской красоты. Уже поговорили о корпоративном календаре ММК. А дальше говорим о еще одном проекте фонда «Я – женщина», который в следующем году отмечает свой юбилей. Это конкурс красоты «Жемчужина» для женщин, где главным критерием является быть мамой. И расскажите, вот в этом году, чему же посвящен. И уже сейчас начинается подготовка, уже нужно подумать, кастинг, когда по этому мероприятию будет. Как раз сегодня в прямом эфире готова объявить, еще такой информации не было, что 7 ноября в 7 часов в Орджоникидзе пройдет кастинг «Жемчужины-2025». Что девушек ждет на этот раз, да? Какая тема там будет? Я добавлю, что 7 марта финал, у нас прям все 4 месяца подготовки. И эта «Жемчужина», она выйдет, скажем, в финал, в подведении итогов, будет в юбилейный год фонда «Я – женщина». И тема «Жемчужины» нынешнего конкурса – это стихии «Огонь», «Вода», «Земля» и «Воздух». И сейчас уже готовится, в общем-то, создаются видения определенных выходов по этой теме. И поэтому мы приглашаем всех на кастинг 7 ноября. Кто хочет поучаствовать именно в таком юбилейном, там, юбилейный год для фонда, да, в таком грандиозном событии. Мы рады всех видеть. И хочу отметить, вот последний кастинг. Было множество, множество женщин, которые бы хотели принять участие. Да, вот. И мне это очень радовало. И настолько они, многие из них, готовились заранее, чтобы прийти на кастинг, да, и быть, ну, в форме, в общем-то, уже, даже не зная, попадут они или нет, но они уже начинали готовиться. Подготовлены, да, они подопишли. А каких участниц вы ждете? То есть есть ли какие-то критерии возраста, я не знаю, там, опять же, профессии? Ну, чтобы соответствовать вот этим четырем стихиям, да. Вообще особых таких критерий нет. Главное, что это мама. Это самые главные критерии. Многие, вот как раз мы проговорили про корпоративный календарь, они говорят, ну все, в календаре была, теперь можно родить ребеночка и прийти уже на жемчужину. Есть, конечно, все-таки это конкурс красоты. Это не обязательно 90-60-90. И рост тоже не обязателен. Да, у нас была участница, у которой рост был 156 сантиметров. Поэтому таких вот жестких критериев нет, но модельные формы, конечно же, должны быть. Девушка, которая готовится к кастингу, она к этому как раз приходит. Но еще у нее будет 4 месяца проекта, в котором ей будет вообще легко прийти в форму и в идеальную до самого финала. Да, что эти 4 месяца делают девушки? Потому что трудиться будут форму, чтобы прийти в такую. В чем этот труд будет заключаться? Потому что зрители-то видят уже красоту финальную, да, вот как сейчас мы видели на экране. А что вложено в эти 4 месяца? Какой труд? Огромный труд. И это очень активные 4 месяца. Прям такие трансформационные. Для всех, и для семьи, и для близких, и, конечно, для участницы. Во-первых, очень много творческих проектов внутри самого конкурса. Это не только вот сцена, выходы, там, костюмы. Нет, нет. Это еще задействованы различные вообще мероприятия от фонда. Я всегда поражаюсь разнообразием возможных проектов, которые участницы окунаются там. И, ну, разные кулинарии, и конные, да, прогулки. И очень много... Полная проработка такая идет. Да, проработка, много благотворительных, да, и рисуют, и поют. А вот, ну, конечно, самое главное, все-таки, правильно, это конкурс красоты. Все-таки это эстетика. Все-таки это выход из такого комфорта полного, выйти на сцену и сказать самой себе, «Я красивая, я красивая, я смотрю на себя, я вижу, я красивая, верю в свою красоту». Посмотрите, какая я красивая, одухотворенная, воодушевленная, верящая в свои силы, и любящая, и любимая своей семьей, и коллегами, и так далее. То есть, и вот как раз-таки и психологическая подготовка, и физическая подготовка, и коммуникативные всякие проекты дают вот такой рост и преображение всем участницам конкурса. А все-таки приходят уже на кастинг, это тоже смелые женщины, девушки? Или все-таки есть те, кто приходят, стесняются, но вот в проекте, как вы говорите, раскрываются? Да, да. Личных примеров много. Вот из последнего проекта, просто, ну, очень стеснительная, красивая. Все говорили, кто готовил эту жемчужину, ты где раньше была? Ты где раньше была? Ты почему не приходила? И вот эта вот немножко скованность, я просто давно знала, так сложилось, да, участницу. А скованность, неуверенность, и вдруг, и вы знаете, как сегодня преобразилась ее жизнь? Просто я, это же было в этом году, прошло полгода, а сколько, а сколько приобщения к спорту? И плавает, и банный заплыв, и забеги, и уезжали в другой город, и там плавали уже на море, и бегали. Ну, то есть просто я в восторге, недавно ее видела и слушала, ну, думаю, ну, надо же, как меняет участие в подобных конкурсах. Вот у меня сейчас мурашки, потому что прям вот реально, я так прям видела два дня назад эту участницу. То есть получается, что вот финальный выход, это не финал, на самом деле, все самое интересное начинается, да, после конкурса. А вот много говорили о семье, да, а все-таки женщина же, она отрывается от дома, как близкие, как-то к вам приходят, я не знаю, благодарят, или наоборот, говорят, верните маму, жену обратно, что делаете? Есть такая интересная шутка среди мужской половины, говорят, хочешь отдохнуть на 4 месяца, отправь свою жену на жемчужину. То есть такое тоже есть. Но примеров очень много разных. Самое, наверное, интересное, что женщина официально может себе выделить время, все это говорят, что у нее, например, там, эти два дня дефиле, этот день у нее спорт, этот день у нее там собрание вместе со всеми жемчужинами. Порой, когда работа, дом, работа, дом, себе то ли жалко времени, то ли это время не зафиксировано в плане, и теряется это время. А когда приходит на жемчужину, здесь график, и она волей-неволей должна этому графику соответствовать. Понятно, что мы часто говорим, нам не хватает времени, а здесь женщина доказывает сама себе, что на все можно найти время. И семье в том числе. И на семью они заранее начинают планировать, когда готовить, когда убираться, когда и семью с собой берут, потому что они помогают и сами уже начинают работать вместе в каком-нибудь этапе. Есть разные этапы, есть и семейные этапы, есть этап с детьми. И это хорошо сближает между собой. И дисциплинирует. Дисциплинирует 100%. Пусть у кого-то папы активнее включаются в воспитательный процесс. Потому что как-то я встретила знакомого, он с детишками в Арджине Кидзе. Я говорю, что ты тут делаешь? Он говорит, а жена вот в жемчужине, а он там с ребятишками ходит. То есть такие истории, это наглядные примеры. Все гордятся после того, как видят на финале. Они же видят только сам процесс подготовки итоговый, когда уже все собирается в образе. И прическа, и макияж, и полностью готовые образы. Это только на финале. Потом на фотографиях, видео. И они говорят, какая же ты у меня красивая. Это, наверное, самая главная та корона, которую ждут эти участницы. Да, самые те слова долгожданные, которые они хотят услышать. Красивая, разная, смелая. Ведь они же там меняются. Они же в всех ипостасях стихий побудут в следующем году. Здорово, конечно. Я считаю, что почему они находят время? Они поставили цель, и под эту цель все начинает организовываться. И внутри семьи, и в собственном времени тоже. Вот, кстати, тема, да, она как нельзя лучше характеризовать, что женщина может быть вот в любой стихии, наверное, ей комфортно, да, получается? По какому-то такому принципу выбирали? Или почему четыре стихии? Тематика интересная. Здесь не с точки зрения разделения, что одна женщина больше там огонь, другая там воздух. Нет. Именно, наверное, эти четыре месяца нужны для того, чтобы понять, где тебе комфортнее вот в этом виде, что ты вот сейчас воздух. Или где ты должна взять себя в кулак и там где-то пробежать быстрее. Это вот, наверное, какой-то такой огонь внутри, какая-то страсть, с которой ты идешь на какой-то другой этап. И мы в этом году хотим посвятить разные этапы разным стихиям, чтобы они понимали, что нельзя быть огнем в воде. Ты можешь себя сама просто потушить этим. Надо как-то попробовать женщинам объяснить. И они сами, кстати, объяснять особо не надо. Они сами это видят. Да, они и коллектив. Для меня самое главное в «Жемчужине», когда она становится единым ожерельем. Когда приходит очень много девочек, и некоторые этапы возникают уже в процессе. Вот чувствуется, что этой команде нужно показать вот этот этап. И уже в процессе вклиниваются те этапы, которые не были запланированы, потому что они прям ощущение запроса на это. И вот единое вот это ожерелье из года в год, оно абсолютно разное. И это тоже гордость фонда в том, что ни одна девочка не считает себя индивидуальной. Они индивидуальны сами с собой, но при этом единая большая команда, потому что на финале это очень важно. А как же конкуренция? Или там уже стираются эти границы, потому что немножко специфика тоже другая. Есть такое понятие «здоровая конкуренция». Этому тоже надо учиться. Надо все-таки видеть выигрыш не только первое, второе, третье, четвертое, пятое место, бывает пять мест. Все-таки победа над собой. И потом «здоровая» порадоваться за других. Потом все-таки реально оценивать свои силы. Конкурсы этому тоже учат. И сделать для себя вот такой «я участвую, я победительница». «Я уже на сцене». Да, я на сцене. Может быть, и этого достаточно уже, кому-то выйти на сцену. А победа бывает в том, что надо уметь проигрывать, надо научиться проигрывать, потому что это не проигрыш на самом деле. И понять философию этого момента тоже для будущих каких-то страниц жизни. Да, или вот как вы описали, что уже после проекта начинается у человека вообще новая жизнь. Давайте еще раз тоже напомним, когда, где, кого вы ждете. 7 ноября в 7 часов в Орджоникидзе ждем участниц, у которых есть один и более детей, на кастинг конкурса «Жемчужина-2025». Сегодня мы говорили о женской красоте, о том, кто ее создает, и как можно дарить радость окружающим тем, что вы просто есть. И меняться. Социология утверждает, что современная женщина это образованная, решительная, и та, которая идет на перемены. Если вы современная женщина, то присоединяйтесь к вашему кастинге. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Продолжение следует... Продолжение следует...